МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У природы, хотя и нет плохой погоды, но с последствиями ливней барнаульцам живется не сладко. Пешеходы с трудом переходят зебру, машины плывут. Правда, есть и те, кому такая погода по душе. В один из дождливых дней в Барнауле кто-то устроил большую стирку прямо на дороге. Станы полоскают труса. А вот пострадать сегодня с утра пришлось тем, кто живет не в центре. По традиции затопило улицу Попова, Павловский тракт, некоторые участки на проспекте строителей. Я в большой дождь не попала, но я приехала на общественном транспорте. В центре еще терпимо. Я дошла спокойно на работу. Мы ехали, вот столько воды было на Попово, не доезжая от Павловского тракта. От Семенова мы ехали, там мужчины загоняли нападами, помогали. Очевидно, дождевые канализации с таким объемом воды не справляются. К слову, в мэрии сообщают, что город снабжен ливневками только на треть. Да и те были построены более полувека назад. Говорят, над решением проблемы думают, причем не только чиновники. Пропускная способность, я думаю, не соответствует осадкам и тому подобное, что еще может быть. Необходимо эту ливневую канализацию прочищать периодически, то есть она заиливается от мусора. Болевые точки у нас это Попово-Павловский тракт. В этом году мы планируем выполнить мероприятие. Уже подана заявка на проведение аукциона по прочистке этого проблемного участка. К слову, именно индустриальный район острее всего нуждается в ливневках. Земля, что естественным образом раньше впитывала влагу, осталась под асфальтом и новостройками. Поэтому теперь основное строительство дождевых канализаций сосредоточено в этом районе. О реконструкции ливневок в центре, увеличении их диаметра и тем самым избавлении горожан от луж, пока заверили нас в мэрии, речь и вовсе не идет. А впереди еще несколько дней июльских ливней. По крайней мере, так говорят синоптики. Стабильно солнечная погода станет лишь к выходным. Поэтому пока что придется запастись терпением и ходить под зонтом. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, это далеко не последние ливни в июле. Дожди будут идти и в конце месяца. А я продолжу. На этой неделе участники дискуссионного клуба «Точка зрения», который организовала сибирская медиагруппа, обсуждали ход мусорной реформы на Алтае. К 2030 году в регионе в два раза должно вырасти число контейнерных площадок и появится целая сеть эко-пунктов для коммунальных отходов. Такая инфраструктура должна способствовать повсеместному внедрению раздельного сбора мусора. Почему эта система не работает сегодня в нашем регионе и как лучше вовлечь в нее людей наказанием или поощрением – в нашем видеосюжете. Готовы ли население края сортировать мусор? Уже на этапе этого базового вопроса в сложной цепочке мусорной реформы мнения экспертов разошлись. Так, барнаульские эковолонтеры полагают, что готовы абсолютно все горожане. Чиновники говорят о 40% населения края. А рекоператоры убеждены – чем дальше вглубь региона, тем сложнее. Но не хотят деревенские сортировать, а потом еще и платить за мусор, когда всегда его просто в лес вывозили или сжигали в печи. Но менталитет изменится. Нужно только разъяснять и просвещать. Не унимаются добровольцы. Раздельный сбор – это нормально. Это не надо ковыряться в мусоре. Это чистое торсырье. Оно не плахнет. Вы не похожи на макжар, когда едете с ним в трамвае, да, на максу. То есть это нормально. Так делают цивилизованные люди во всех нормальных странах. Однако, по мнению отдельных экспертов, ничто так не побуждает к действию, как карательные меры, в данном случае штрафы. Но как привлечь к ответственности нарушителей? И правильно ли это, когда условий для раздельного сбора отходов в крае практически нет? Мы не можем поставить около каждого контейнера экологического инспектора. Мы не можем направить его в каждую квартиру, чтобы он следил, как выносятся отходы. Наказывать-то и рублем-то можно хоть и начинать сегодня, да, грубо говоря. А собственник отходов, правильное название, юридическое, он скажет, а вы подготовили мне эти площадки накопления сбора отходов, да, по раздельному сбору. Их нет. Для строительных отходов. К 2030 году в крае предполагают в среднем в два раза нарастить так называемую базовую инфраструктуру, число мусорных баков и контейнерных площадок, а также организовать целую сеть экопунктов. При этом при ее создании, считают рекоператоры, нужно учитывать морфологический состав отходов. Какие виды отходов у нас образуются в Троицком районе? Я больше чем уверен, что в удаленных селах Троицкого района, они существенно отличаются от отходов, которые существуют в райцентрах, а тем более в поселках коттеджного типа, либо в крупных городах. Потому что это зависит от уровня жизни населения и от доходов. У нас все под одну гребенку. Но даже имея инфраструктуру, понимая состав ТКО, штрафы не заставят сортировать мусор всех поголовно. Куда эффективнее не забирать рубль, а поощрить им, считает известный барнаульский эколог. В Советском Союзе, к примеру, платили за сдачу стеклотары. Решение этих вопросов лежит чисто в экономической плоскости. Пока людям будет выгодно сжечь или вот на свалку возить попал, где все горит, так и будет. Если у них будут стимулы это разделять, сдавать, должен чисто экономический кнут и гряник работать. Не сортируешь, платишь больше. Сортируешь, значит, или там сдаешь, платишь меньше. Уже сегодня, сошлись во мнении участники дискуссионного клуба, раздельный сбор мусора мог бы сэкономить людям деньги. Сейчас управляющая компания может поставить раздельные баки сама для раздельного сбора, реализовать этот материал, который получил. Это прежде всего, это пэт-тара, это стрейч-пленки, бумага и, конечно, алюминиевые банки, либо железо, если это товарная продукция, которая на рынке сейчас пользуется спросом, и которую можно реально продать. Способна ли сортировка отходов повлиять на стоимость коммунальных тарифов, расскажем в ближайшем выпуске. Елена Макаренко, Александр Антропов, День с толком. Мусорная тема буквально лейтмотив этой недели. В Госдуме приняли закон, по которому придется платить за выброшенный из окна автомусор. Для Барнаула проблема не стоит остро. Опрошенные нами автомобилисты утверждают, что не видят подобного на дорогах. Тем не менее, мусор там откуда-то берется. Что будет грозить за неэкологичное поведение, расскажет Анастасия Дороган. Будем честными, так нередко поступают водители авто и их пассажиры. Мол, мусор образовался, пакета, чтобы его сохранить до урны нет, поэтому легкий путь просто открыть окно. Но за такую безответственность скоро придется платить. В Госдуме принят закон о мусоре, который выбрасывают из машин. Законотворцы решили бороться не просто с несанкционированными свалками, а с конкретным процессом появления мусора. Никто из запрошенных нами не сознался, что видел акты экологического вандализма. И все же мусор откуда-то берется. По словам барнаульцев, самые в этом плане неуютные места. Пляжи, леса, частный сектор. Остановка баровая, там вообще идеальная, в кавычках, показатель того, насколько у нас народ не воспитан. Там просто площадка усеяна салфетками влажными. А теперь салфетка должна повлечь ответственность. Пока непонятно, достаточно ли будет одной салфетки или целой пачки, известно, что градация падет по габаритам нарушителя. Так, водители легковых авто заплатят максимум 15 тысяч, в то время как дальнобойщик – 60. Штраф для юрлиц автоматически выше и может дойти до 120 тысяч рублей. В документе говорится, что фиксировать выброс мусора будут камеры, фото и видеофиксации. И, судя по сайту госмакоинспекции, в Барнауле таких 78. Но расположены они на перекрестках или в черте города. Много злачных мест существующие камеры не раскрывают. А установка нового комплекса стоит несколько миллионов рублей. Станет ли их больше? В это время барнаунцы предлагают другой, более дешевый метод борьбы за чистоту. Были бы какие-то мусорные контейнеры, возможно, люди бы постепенно приучались к тому, что доехать пару сотен метров, и ты выбросишь этот мешочек с мусором из своей машины. А у нас получается, что, в принципе, ты либо мусор будешь в машине складировать, либо ты будешь выбрасывать его через окно. Кстати, за нарушение предполагается не только штраф. У должностных и юрлиц при повторном инциденте могут даже конфисковать авто. Кстати, мусор мы за собой убрали не потому, что штрафа, а потому, что для мусора существуют спорные. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Гибнут пчелы, болеют люди. В Диволтайском крае из-за обработки полей ядохимикатами пострадало 2,5 тысячи пчелосемей. А жители населенных пунктов слегли с отравлением. На сегодняшний день невосполнимые потери зафиксированы уже в 10 районах края. Эксперты прогнозируют в этом году самую массовую гибель пчел в России за последние годы. Наша съемочная группа выехала в Бийский район, где на днях больше 10 пчеловодов лишились пасек, урожая и, как следствие, средств к существованию. Валентина Аскерова продолжит тему. Все, она практически пустая. И пчел нету. Вы видите, что семья отошла полностью. Вообще крах. Это дождем ее пчелу прибило. Как говорится, они вот двое суток дочь идет. Вот она и получается. Еще шевелится, барахтается. Но надежды на спасение уже нет. Сегодня на пасеке Вячеслава Паршина черный ковер из мертвых пчел. Полегли 200 семей. В каждое 50-60 тысяч пчел. Каждая семья могла дать около 50 килограммов меда. Примерная недополученная прибыль – порядка 2 миллионов рублей. Это не считая погибших пчел. До Вячеслава Паршина ситуация – огромный удар. Пасек – основной источник его дохода. Гибель насекомых, уверен пасечник, привели яда химикаты, которыми обрабатывают многочисленные рапсовые поля местные сельхозпредприятия. Отравленный нектар летные пчелы принесли в улей. За одну ночь 15-летний труд пчеловода сошел на нет. Вот натуральное убийство. Вот один фермер, вот он 13 пасек у нас в деревне положил. Вот смотрите, что творится. Сколько пчел. Теперь все, какой с ними мертв. Вы знаете, на сегодняшний день охота, конечно, помочь пчелкам. А подходишь к улью и руки как плетья. То есть душа там осталась. Опускаются руки и у других пчеловодов села Шибалино. В общей сложности в деревне полегло 800 пчелосемей. Но география на одном селе Бийского района не останавливается. На сегодняшний день гибель насекомых зафиксирована в 10 районах Алтайского края. Вот так земля вся усыпана. Пчелами пчелы кубыряются. Жительница Петропавловского района потеряла свыше 80 пчелосемей всю пасеку. Причина все та же, говорит женщина. Бесконтрольная обработка полей от вредителей. Пчеловод высказалась на камеру, но пожелала остаться анонимной. Ядохимикаты для обработки огородных всяких культур и всего, да, бесконтрольно продаются. Но никогда в селах не умирали пчелы. Были единичные там, но это было не так критично и не страшно. В этот же раз основная масса рабочей пчелы умерла у всех. Такой массовой гибели пчел люди никогда не видели. Даже в 2020 году, когда от падежа насекомых пострадали пчеловоды трех районов края, масштабы не были столь разрушительные. Тогда обработка полей уничтожила тысячу семей, сегодня же две с половиной. И цифры только растут. По словам пчеловодов, беды можно было бы избежать. Если бы фермеры и сельхозпредприятия по-человечески предупреждали об использовании химикатов на полях и соблюдали правила обработки. Опять же, говорят, что на цветение этой культуры, культуры рапса, травить вообще нельзя. То есть все дикие опылители умирают, ну естественно и наши. Когда обрабатываться, они должны нам сообщать хотя бы, когда и что. Я знаю только одного пчеловода, вроде бы предупредили, но и то ему сказали, завтра будем обрабатывать. Что самое интересное, аграрии предупреждают об обработке полей заранее, правда очень своеобразным образом. Дают объявление в местной газете, что обработка будет проводиться с 3 июня по 30 июля, целых два месяца. Получается, что пчеловоды на этот период должны вывезти своих пчел в другой регион, либо держать их в заперти. В прошлом летом в регионе работало приложение, благодаря которому фермеры предупреждали пчеловодов об обработке полей. Однако на сессии АКЗС силу приложения обесценили. Сегодня работа в нем носит лишь рекомендательный характер. Мы уже сейчас, через неделю, уже своими силами, как говорится, уже без законодателей, мы все равно запустим дней через 10 эту программу, она будет работать. Но она, понимаете, она не является нормой, поэтому она рекомендательный характер. Захотят фермеры указать, что будут обрабатывать полей, укажут, не захотят? Ну хотя в федеральном законе это есть, но в региональном это убрали. А между тем обработка полей продолжается. Пчеловоды и фермеры пытаются договориться друг с другом здесь и сейчас. Сейчас ребята создали час пчеловоды свои, значит, чтобы это... И вот намного оперативнее будет, то есть в чате можно будет выложить, допустим, что сегодня-завтра будут обработки, где они, да, они уже, фермер забросил на этот чат информацию, они уже будут знать, допустим, прикрыли улики, там пчелы не полетели. Известно, что районные и сельские власти организовали специальную комиссию, которая выехала на пострадавшие пасеки, осмотрела каждой улей погибших насекомых. Потенциально опасные растения сейчас анализируют наличие пестицидов. Провести лабораторные исследования, причинно-следственные связи установить, и тогда решать вопрос о компенсации ущерба в судебном или досудебном порядке. К слову, председатель Союза пчеловодов даже без результатов экспертизы уверен, что причина гибели пчел – агрессивные ядохимикаты. Та продукция, которая вырастает на этой земле, она тоже вся захимичена. А потом из нее пищевая продукция, а в конце кто стоит этой цепочке? Человек, потом болезни аутизма, альгермера, паркинсона, иммунитет. Вот, пожалуйста, есть крупные организации, прям фермера, которых 10 тысяч, 20, 60 тысяч гектар, которые попробовали биопрепараты и сказали, мы больше никогда не будем применять ядохимикаты. Глава Союза фермерских хозяйств Александр Вайсель хозпредприятия не оправдывает, однако говорит, что предпринимателям порой приходится в срочном порядке обрабатывать поля от вредителей, иначе они понесут серьезные убытки. Если налетела там бабочка или какие-то грызуны, они не спрашивают, когда их там будут травить или уничтожать. Поэтому принимается решение какое-то бокой, одностороннее где-то. И начинают применять ядохимикаты в дневное время. Это одно из основных нарушений, которые сталкиваются пчеловодом. Химикатами травятся не только пчелы, но и люди. Так, в Усть-Калманском районе пострадали сразу три человека. Одного из них госпитализировали. Среди симптомов отравления рассказывают люди. Головокружение, высокое давление, тошнота и рвота. Начало на лице высыпать, типа как аллергия. Хуже, хуже, и шея опухла. Сегодня вот под капельницей лежит она. Пока капает ее, ей легче. А как пристает травить, начинает опять все это опухать. Известно, что пострадавшая женщина была в гостях, где находилась стационарная пасека. По словам главы сельсовета, пациентка сейчас нуждается в транспортировке в Барнаульскую больницу. А между тем, эксперты и специалисты уже назвали случившейся катастрофой, которая требует незамедлительного решения. Ведь вместе с пчелами в следующий раз может пасти и все село, вблизи которого находятся рапсовые поля. Также и люди потом повально пачками просто умирают, как вот эти насекомые после таких обработок, которые проводят на полях. Бросать, наверное, все это делаю. Каждый год боимся, прячемся от этих полей. И все повторяется. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на треть. Вспышки фиксируют и в Европе, и в Америке, и в Индии. Между тем, в России с 15 июля приостанавливают все ковидные ограничения. Жители Алтайского края уже отвыкли от масочного режима QR-кодов. Однако специалисты считают, что расслабляться рано. В любой момент вирус может вернуться и внести свои коррективы в привычную жизнь. Подробности в материале Ирины Корчагиной. Реанимация ковидного госпиталя. Пока все возвращаются к привычной допандемийной жизни, здесь продолжают спасать и терять тяжелых пациентов. Сейчас в красную зону попадают в основном пожилые люди. Симптомы те же. Температура, одышка, першение в горле, потеря обоняния. Только сегодня пациентов значительно меньше. Весной заболеваемость пошла на спад. Сейчас в инфекционном отделении номер один находится всего 9 пациентов. Двое из них реанимации. Если сравнивать с предыдущими годами, то разница колоссальная. Если сравнивать с 2021 годом, то где-то 240-270 человек. Это в этой больнице? В этой больнице. Меньше народу, соответственно. Больше уделяем внимание тем пациентам, которые сейчас лежат. Видите, сама иду, дышу. Все сама. До этого мы начали, как принесли. Врачи признаются, что особо тяжело морально и физически было в 2020 году. Сейчас уже есть понимание, как бороться с вирусом. Сегодня в свет вышло уже 15-е издание с методическими рекомендациями по лечению ковида. Что касается штаммов, если в феврале пациенты еще поступали с дельтой, то сейчас врачам приходится иметь дело с омикроном. Этот штамм уже более щадящий для легочной ткани. Пациенты, находящиеся в отделении для лечения новой коронавирусной инфекции, они находятся там в основном по сопутствующей патологии. То есть мы лечим в том числе острый инфаркт миокарда, острый период ишемического инсульта у пациентов, грубо говоря, с положительными мазками. То есть тяжесть их состояния сейчас не обусловлена новой коронавирусной инфекцией. Только 50% из этих пациентов, они имеют инфильтрацию в легочной ткани, то есть пневмонию. Специалисты считают, что во многом смертность от ковида упала благодаря вакцинации. Всего в Алтайском крае привилось почти полтора миллиона человек. Вот только с уходом QR-кодов жители региона стали колоться реже. Раньше в этой больнице ежедневно вакцинировали около 400 человек. Сейчас в разы меньше. Кстати, по словам медиков, на серьезное осложнение после укола пока еще никто не жаловался. Люди, которые не вакцинированы, они чаще инфицировались. И в том числе было очень много осложнений. 75% поражения людьми по данной компьютерной томографии – это были те люди, которые не вакцинированы. И, как показала практика уже стационарная, то есть люди молодого возраста тоже подвержены таким грозным осложнениям, как дыхательные недостаточности и пневмония. Вторая или даже третья ревакцинация. Третья ревакцинация. Я после этого не болел, жив, здоров. Я с людьми общаюсь часто на различных уровнях, нахожусь постоянно в социуме, в полном объеме. Ну вот сейчас подошло время, когда необходимо делать следующую вакцинацию. Не хотелось бы сглазить, но сейчас в регионе наступил период эпид-благополучия. Это подтверждают и в Роспотребнадзоре. Если у нас за прошлую неделю, текущего года было зарегистрировано 348 случаев всего за неделю, то за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1300. И все меры, которые были прописаны, ну это в основном масочный режим, массовые мероприятия, они не отменены, они приостановлены на период эпид-благополучия. А значит, уже осенью мы можем расчехлить маски и массово уйти на больничный. Такой исход не исключают и медики, которые уже больше двух лет борются за жизни ковидных пациентов. Наша работа обычная, она не изменилась ничего. То есть нас как не видели дома, так и не видят, что это был ковид, что это был не ковид. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. На этой неделе стартовал второй этап приема документов от родителей будущих первоклассников. Он для тех, кто хочет учиться в школе не по месту жительства. Что делать тем, кто не зачислен в учебное заведение, расположенное рядом с домом? И можно ли найти компромисс? На эту тему моя коллега Елена Макаренко беседовала с Натальей Михальчук, заместителем председателя комитета по образованию города Барнаула. Много ли тех, кто не попал в школу по месту жительства в первую волну зачислений? В этом году, согласно прогнозным данным, мы прогнозируем 10,5 тысяч первоклассников. В первую волну зачислены у нас 8 тысяч с половиной первоклассников. Да, к сожалению, есть те, которые в первую волну не смогли попасть в школу по месту прописки. Порядка 3% таких детей у нас в основном это школы индустриального района, микрорайонного строек. Дополнительных мест создать в новых школах микрорайона, индустриального района возможности нет. Действительно, на сегодняшний день все возможные кабинеты, в новых школах у нас предусмотрены были кабинеты для продленки, кабинеты для спален, тоже для продленки. Они перепрофилированы под учебные кабинеты. Почему такая ситуация возникла, что дети не смогли попасть по месту жительства? Потому что процентов 60 в каждой из школ индустриального района, именно на микрорайонах новостроек, у нас зачислены дети, так называемые льготники. То есть это имеющие первоочередное право для зачисления и преимущественное право, это братья и сестры. И поэтому для тех, кто проживает в этом микрорайоне, к сожалению, мест не хватило. Школа индустриального района – это проблема уже многих последних лет, то есть проблема из года в год переходящая. Но она как-то решается? Может быть, дополнительные места вы создаете? Конечно. Данной проблеме, естественно, уделяется большое внимание. У нас есть много школ, где в этом году, как и за 5 лет вообще, за 5 лет создали порядка 3,5 тысяч дополнительных мест за счет бюджета города. Этот год тоже не стал исключением. И в этом году, и в основном это в школах индустриального района, более 360 мест также создано дополнительно за счет бюджета города. Кроме этого, у нас запланировано именно в индустриальном районе порядка 10 школ к строительству. Эти объекты уже на сегодняшний день, часть объектов получили положительное заключение, и их строительство вот-вот начнется. Часть объектов еще только вынесены для получения заключения. И школа в спутнике в настоящее время возводится. То есть этот объект мы ждем к открытию в следующем году, в 2023. 360 дополнительных мест. Это классы новые или это, скажем, расширение классов, которые вы предусматривали, быть может, по плану? Нет, это именно создание новых мест, новых классов. То есть за счет перепрофилирования каких-то кабинетов. Это, возможно, учительские в каких-то школах, возможно, какие-то другие помещения, которые были задействованы. Возможно, это были какие-то для внеурочной занятости какие-то помещения. И, конечно, в приоритете все-таки учебный процесс, учебное образование. Поэтому эти классы были перепрофилированы именно под учебные кабинеты. Те дети, которые, возможно, не попадут во вторую волну зачислений, как быть их родителям? Вот если они желают, чтобы ребенок ходил в школу именно по месту жительства? То, что касается мест, именно даже в индустриальном районе, на сегодняшний день более 800. Поэтому все дети, которые у нас нуждаются в школах города Барнаулу, а вообще по городу Барнаулу, более 2000 мест свободных на сегодняшний день. Все дети, которые нуждаются именно для поступления в первый класс, они будут обеспечены местами в школах. Во-первых, можно посмотреть на сайте. На сайте образовательных организаций ежедневно у нас обновляется информация о количестве свободных мест. При наличии свободного места можно обращаться непосредственно в ту школу, которую вы нашли для себя более подходящий. Если нет возможности это сделать, значит, соответственно, вы можете обратиться в комитет по образованию. Либо по телефону горячей линии. Все телефоны горячей линии у нас выложены на сайте комитета по образованию. Либо непосредственно в дни приема подойти в комитет по образованию и непосредственно вас направят в ту школу, в которой есть свободные места. В последующие годы есть возможность перевестись родителям детей, точнее ребенку, в школу, которая все-таки ближе всего к дому? Конечно, такая возможность есть. И из практики у нас есть эти дети, которые переводятся в течение учебного года. Либо по окончанию первого класса обучения в той или иной школе. Они переводятся в школу по месту жительства. Потому что движение происходит постоянно. То есть дети переезжают, уезжают, приезжают. То есть это все возможно. А что для этого нужно делать? Для этого нужно будет подать на перевод заявление в ту школу, в которую вы желаете. Если даже получили отказ, повторно подать на перевод. То есть до того момента, пока вы не сможете непосредственно перевестись в эту школу. Поговорим о тех, кто как раз отказался от школы по месту жительства. Много ли таких? Да, есть такие, которые действительно отказались зачисляться по месту жительства, поступать в школу. Таких на 6 число, на первый день именно второй волны оказалось порядка тысячи человек. В ежедневном режиме мы ведем такой мониторинг, статистику анализируем. Такие заявления поступают. Поэтому эти дети будут зачислены в те школы, в которые они пожелали. Не по месту жительства. То есть на сегодняшний день напряжения именно у тех детей не возникает. До какого времени, в принципе, можно подать заявление на зачисление первоклассников в школу? У нас приемная кампания будет длиться до 5 сентября. Поэтому до 5 сентября можно подать заявление на зачисление в школу. Но тянуть с этим не нужно. И в мере возможности, конечно, сейчас, в первые дни второй волны, нужно зачислиться в школу. Подать заявление и получить уведомление о том, что вы зачислены в школу. Когда у нас напряжение с зачислением первоклассников, на ваш взгляд, снизится в индустриальном районе? Первое напряжение, наверное, снизится, когда сдадут в школу поселки Спутник. Потому что именно в новостройках, в 121-м лицее, у нас обучается порядка 300 детей в начальной школе, в том числе и первоклассников, которые освободят место для тех, которые проживают именно на взлетной, на приспоследствии энергетиков. Конечно, следующие школы запроектированы, я уже сказала, в течение 5 лет объекты будут строиться. И первая из них планируется в 2024 году. То есть через 5 лет вопрос должен быть снят полностью. И школьники, проживающие в индустриальном районе, будут учиться по месту жительства. Отдать в добрые руки барнаульские общественники просят найти юбилейному парку хозяина. Такое письмо направили губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Они уверены, помочь зеленой зоне оставаться благоустроенной возможно лишь в том случае, если руководить парком будет фонд имущества края. Почему территории, по мнению общественников, нужен хозяин и как выглядит парк сегодня, расскажем сюжет. Благоустройство самого большого парка Барнаула продолжается. На сегодняшний день в юбилейном приступили к строительству тротуаров и разных площадок, в том числе и бывшего танцпола. Вот только стройматериалы, говорят местные жители, потихоньку растаскивают, а уже сделанное портят. Объекты без охраны – приманка для людей с низкой социальной ответственностью. Неделю назад примерно приехали люди какие-то, спилили деревья, побросали их, то есть там вертикально кое-какие стоят. То есть довольно травмоопасно, что может на голову кому-то упасть. Вот мы своими силами не можем это все распилить, скажем, утащить куда-то. Вот поэтому нужен хозяин, чтобы за этим следил. У меня появился ребенок и мы решили, что это оптимальное место, где можно гулять, где нет ветра, где хорошая экология и так далее. Поскольку статус заброшенного места был, очень много было маргиналов. То есть здесь и вечеринки алкогольные и так далее, и тому подобное. И многие просто боялись сюда приходить. Чтобы спасти зеленую зону, общественники решили обратиться напрямую к губернатору. По их мнению, профинансировать благоустройство и сохранить парк в приличном состоянии сможет только Краевой имущественный фонд. Потому что парк Изумрудный находится в их ведении. И в каком состоянии они сейчас держат этот парк – это очень здорово. Но у них есть техника на сегодняшний день, которая им, в принципе, бывает нужна очень мало. Они купить купили, то есть они свои функции уже выполнили, и сейчас она не нужна им. А вот нам бы она здесь уже в парке, вот в юбилейном, пригодилась. Планов у общественников много. Высадить около 500 деревьев, установить освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие объекты. Вот только средства в нужном объеме получить, говорят, активисты не смогут. Должна быть какая-то дирекция, которая бы писала заявки на финансирование, которая бы осуществляла работы по парку, которая бы отчитывалась за эти федеральные средства. Сейчас практика такая, что финансирование общественных пространств идется из консолидированных бюджетов. То есть что-то город, что-то край, что-то федерация. В прошлом году общественная организация «Планета», в которой и состоят общественники, выиграла президентский грант на благоустройство парка – 500 тысяч рублей. После этого подключились и другие барнаульцы. В народном голосовании свой голос за дальнейшее развитие юбилейного отдали почти 12 тысяч жителей. После чего юбилейный вошел в список участников нацпроекта «Жилье и городская среда». На его реконструкцию выделили 82 миллиона рублей. Теперь общественники просят неравнодушных поддержать их инициативу, подписать петицию, чтобы у парка появился хозяин. А значит и достойное будущее. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. Накануне в России отмечали День семьи, любви и верности. Возможно, в следующем году его сделают и праздничным выходным. Всю неделю мы рассказывали о тех, кто нашел свою судьбу и уже многие годы живет душа в душу о семейных парах. И сегодня завершаем серию репортажей. Александр Николаевич, депутат краевого законодательного собрания. С супругой они вместе уже 18 лет, а свели их горы. Анастасия Наборщикова решила узнать секреты пары и поделиться с нами, как Анне и Александру удается поддерживать огонек в семейных отношениях долгие годы. Александр, Анна и Александр Александрович. Семье Николайчик не 8 лет, а уже 18. Их в юношестве свела любовь к горам, которая в один момент стала чем-то большим. Познакомились в спортивном клубе, когда целой командой готовились к осенней спартакиаде. Анна говорит, что типа вот у меня руки замерзли, и я как-то взял просто ее руку, и как бы все. Да, все было просто. Почувствовал что-то родное, я не знаю, как это объяснить. Я не помню этот момент. Вот так в лесу и в горах пролетели годы. Почти 20 лет. В 2010-м пара поженилась, но предложение выйти замуж Анна услышала спустя 5 месяцев, в 2004-м. Тогда, в августе, скалу засыпало снегом, и группа выжидала несколько дней. Идти дальше было нельзя, но из горы спуститься никто не мог. Их там внизу, сколько там, 8 человек. Вот я один наверху был, и по радиостанции, там товарища прошу, говорю, Рома, передай, пожалуйста, там рацию Ане. Она говорит, да, прием, слушаю. Я говорю, Ань, выйди, выходи за меня замуж. И такое молчание. Я такой, прием, прием, меня слышно? Мы решили узнать, в чем секрет счастливой совместной жизни. И наедине поговорили с каждым. Мне с Сашей было всегда интересно. То есть он всегда знает больше меня, и мне нравится узнавать что-то новое. То есть изучать его, и изучать мир его глазами. Я знаю, что она хорошая мать. То есть она очень много времени уделяет воспитанию, развитию, и вообще занимается сыном. Потому что мне иногда, в связи с моими многочисленными обязанностями, это сложно сделать. То есть она как бы все это берет на себя. То, что сейчас говорят про второго ребенка, для вас шоу? Я знаю, что это обязательно будет. Они просят действительно вдвоем, там, когда, когда, мама. А я хочу, чтобы я вот словил этот дзен, что все в порядке. А какие секреты раскроет Александр-младший, сын? Папа. Заботится о маме? Ну, заботится. Всегда ей кофе варит. Мы покупаем цветы. Вот так, кофе в постель, цветы и доверие. И планы на будущее строятся сами собой. Еще детей. Ну, сыну хватает, нам-то нет. Анастасия Набурщика, Один Быстревский. День с толком. А у меня на этом все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Если у вас есть интересные и актуальные темы для сюжетов, звоните. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях в соцсетях. Через несколько секунд и погоде спонсор прогноза компании Валар. Продолжение следует...